Уважаемые гости, компания Кодерлен приветствует вас. Вы видите на экране наши контактные данные. И, собственно, мы будем очень благодарны, если вы будете обращаться со своими вопросами, с обратной связью по темам, которые вас интересуют и, возможно, какие-то частные ситуации. Вы видите наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Введу сегодняшнюю встречу я, консультант-аналитик 1С Картышева Галина. И вы можете, если вам, например, оказалось неудобно время проведения или у вас отникли какие-то вопросы, задавайте нам их любым удобным для вас способом или вернуться на наш сайт. Мы через некоторое время выкладываем запись вебинара, и вы можете посмотреть его в удобное для вас время. Ну, естественно, вашим вопросам мы будем очень рады и сможем ответить на них более предметно, чем на вебинаре, когда у нас не будет, допустим, ограничения по времени. Как будет проходить наша сегодняшняя встреча? Программа нашего вебинара, вот вы видите ее на экране, будет построена таким образом. Нормативные материалы, то есть требования ФСБУ и так далее, мы будем с вами смотреть на слайдах нашей презентации и переключаться параллельно на демобазу. Сейчас мы это сделаем вот таким образом. То есть, соответственно, переключаться на, так сказать, на демку и смотреть то, о чем мы с вами поговорили на теоретическом блоке и смотреть, какие настройки мы с вами можем делать. Единственное, хочу напомнить про актуальность вашего релиза, на котором вы работаете. Если у вас ERP без дополнительных доработок, каких-то изменений, то в этом случае вы можете ее обновить сами. Ну, естественно, если у вас есть изменения и доработки, то в этом случае требуется помощь специалистов. Посмотреть релиз мы можем вот по такой пиктограммке. Здесь нас интересует раздел о программе. И, соответственно, вот здесь мы смотрим номер релиза платформы. И вот здесь мы с вами смотрим релиз конкретно конфигурации. И вот сегодня мы с вами будем смотреть на 15-м релизе. Это не самый новый, но достаточно актуальный релиз, который январем этого года датирован. На самом деле сейчас уже есть и 17-й релиз, 2.5.17. То есть надо следить за актуальностью, потому что, во-первых, добавляются новые функции, а во-вторых, добавляются, естественно, новые регламентированные документы. И с учетом новой налоговой реформы, которая у нас грядет в очередной раз, естественно, нужно иметь актуальные данные и актуальные алгоритмы расчетов. Сейчас мы с вами снова переключаемся на нашу программку. И поговорим сначала, что такое вообще резервы под обесценение, для чего они нужны. Собственно, про требования, которые регулируют начисление этих резервов ФСБУ 5.0.2019. Это достаточно, как вы видите, давно применяемые ФСБУ, то есть уже таких, скажем, революционных инноваций там нет. Поговорим по правилам пересечения расчетов, про отчеты, то есть про движение резервов. Ну и если успеем, дополнительные сервисы. Потому что, к сожалению, практически каждый пункт этого перечня, это можно делать отдельный вебинар, потому что много материалов. И, собственно говоря, вот наша сегодняшняя встреча, мы надеемся, поможет вам разобраться, что к чему. Но, естественно, уже более подробно, более предметно, скажем так, требуется на примере предприятия, на примере его бизнес-процесса. Итак, начинаем. Немножко истории. То есть ФСБУ 5.19 у нас применяется уже достаточно давно. И в соответствии с этим ФСБУ организации должны на отчетную дату переоценивать свои зарплаты. Исключения предусмотрены для предприятий малого бизнеса, то есть для субъектов малого бизнеса. Но при этом надо помнить, что доказать свою принадлежность к субъектам малого бизнеса – это ваша задача. И вам надо проверять, находится ли ваша организация в реестре субъектов малого предпринимательства. Ну, соответственно, когда стоит вопрос о начислении резервов, для этого сравнивают две величины. То есть фактическая стоимость запасов, по которой приняли вы к учету ТМЦ, или приобрели, или перенесли из прежних пас, то есть по которому создана запись о запасах. И чистая стоимость продажа запасов. Для чего делается этот запас? То есть резерв под обесценение материально-производственных запасов, внимание, создается только для целей бухгалтерского учета. В налоговом учете создание резерва не предусмотрено. Чистая прибыль, это, так сказать, напомним немножко терминологию, это возможная цена, по которой компания может реализовать запасы. Ну, естественно, за вычетом расходов, которые связаны с продажей, то есть с предпродажной подготовкой и других аналогичных мероприятий. Ну, и используются эти запасы, естественно, для нужд предприятия. Если цену реализации запасов определить сложно, то в этом случае применяется использование чистой стоимости продажи, равной текущей цене приобретения аналогичных запасов. Ну, то есть если есть возможность сравнить текущую цену приобретения с той ценой, по которой был приобретен какой-то объект, то тогда принимают текущую цену приобретения. И если чистая стоимость окажется ниже фактической стоимости, то в этом случае признается обесценение. Ну, немножко отступление, к сожалению, поскольку у нас ничего не дешевеет, а только дорожает, то вот это вот не вполне применимая, так сказать, ситуация. Ну, например, ситуация, когда обесценение может возникнуть, если у нас старое оборудование, какие-то морально устаревшие или технически устаревшие запасы. То есть на конец отчетного периода фактическая стоимость выше, чем стоимость продажи. Ну, тогда вот задается резерв и отражается в расходах отчетного периода. В бухгалтерской отчетности стоимость запасов показывают за вычетом расходов по их обесценению. Мы к этому вернемся немножко позже, пока вот остановимся на, так сказать, фиксации такого момента. Еще немножко теории. То есть у нас поддерживается в ERP расчет резервов под обесценение. У нас ERP поддерживается согласно вот этому ФСБУ и определенным правилам. То есть по этим правилам для целей бухгалтерского учета превышение фактической стоимости над чистой стоимостью считается обесценением. В случае обесценения запасов организация создает резерв под такое обесценение в размере фактической себестоимости запасов над их стоимостью продаж. То есть если величина обесценения признается расходом, то создается резерв под их обеспечение. И, наконец, величина восстановления резерва под обеспечение относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде. Ну, сейчас мы, так сказать, этот сухой перечень более детализируем, чтобы это было переводимо на русский язык. Начнем с того, что резерв под обесценение учитывается на 14-м счете резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Если у вас есть, например, несколько категорий запасов, то к 14-му счету организуют дополнительные субсчета. В этом случае, соответственно, в плане счетов нужно внести такие изменения. И создание резерва у нас относится на 14-й счет вот такой проводкой. То есть дебет 91.2, кредит 14. Мы не будем смотреть, как добавлять субсчета. Перейдем к следующей нормативной информации. То есть, когда мы создаем резерв, после этого у нас, возможно, три варианта развития ситуации. То есть, если на следующую отчетную дату чистая стоимость продажи снизилась еще больше. В этом случае у нас необходимо дополнительные проводки сделать по доначислению резерва, как будто мы его формируем в первый раз. То есть, добавить необходимую сумму. Если на следующую отчетную дату чистая стоимость продажи с запасов, наоборот, выросла, тогда нужно восстановить резерв по всем запасам этого вида. Но балансовая стоимость в любом случае не должна быть выше фактической, сформированной при покупке. И, наконец, третий вариант. Это если запасы были реализованы или использованы, например, мы их списали в производство, то в этом случае мы восстанавливаем часть резерва, которая относится к реализованным или списанным товарам. Значит, в этом случае мы делаем восстановление резерва, и они у нас уменьшают расходы текущего периода. То есть, у нас получается обратная проводка, дебет 14-го, кредит 91-го второго. Соответственно, информацию о резервах мы должны показать в отчете приложения форма номер 3. Это табличка пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Здесь отражаются изменения только в том виде, если эта сумма существенна. Ну и если ваше предприятие имеет право вести упрощенный учет, то есть относится к субъектам малого предпринимательства, то вы можете не составлять пояснение. Ну, вы можете сделать это добровольно, если, например, сумма значительная. Но это необязательное требование, так сказать, вы в этом случае вольны выбирать. А теперь перейдем к практическим, так сказать, действиям. Немножко восстановили в памяти теоретическую, перейдем к практической. Значит, для того, чтобы работать с резервами, в данном случае резервы под обесценение, нам необходимо в ERP сделать определенные настройки. Значит, у нас в этом случае настройки, как вы знаете, грубые настройки, так сказать, включения функционала у нас происходят через NCI и администрирование. То есть в этом случае, вот мы смотрим с вами слайдик, то есть NCI и администрирование. Мы выбираем финансовый результат и контролинг, раздел NCI и разделов, настройки NCI и разделов. И финансовый результат и контролинг нас интересуют в пункте учет товаров. Сейчас мы переключаемся на демо-базу. Вот, и идем под раздел NCI и администрирование, финансовый результат и контролинг. И, соответственно, мы включаем учет товаров. И вот здесь вот мы ставим, соответственно, чек-боксы, то есть красивые зеленые галочки. При необходимости работать с резервами. Теперь снова вернемся к слайдикам нашим. Вот так. Значит, после того, как мы выбрали учет товаров, мы вот так, значит, наблюдаем такую картинку. Когда мы включили функцию расчет через NCI, то у нас в подразделе регламентированный учет, то есть это уже другой раздел, у нас появляется подраздел резервы под обесценение запасов. И здесь вот есть определенный перечень того, что нам доступно. Ну и, естественно, мы можем начинать работать с этими документами. Сейчас мы посмотрим, как это в натуре выглядит. Значит, вот у нас с вами регламентированный учет, в котором появился вот такой блок резервы под обесценение запасов. Ну и, соответственно, здесь есть рабочее место правила формирования резервов, пересечения правил расчета резервов и отчеты справки, то есть которые показывают, позволяют контролировать состояние расчетов. Мы вернемся к этим справкам немножко позже. И сейчас мы для себя зафиксируем то, что у нас появился вот такой раздел, и мы можем в нем работать. Но, значит, возвращаемся снова к слайдикам. У нас для расчетов есть вот такой, то есть алгоритм. Вы можете потом поподробнее посмотреть эту картинку. Она есть, если вы перейдете по справке. Это есть в справочной системе, то есть, в общем-то, это для понимания, так сказать, алгоритма, каким образом это происходит. Значит, мы выполняем формирование резервов под обесценение ни ручками, ни с какими-то документами. Это у нас сформируется при закрытии месяца. Значит, если у нас с вами формирование резервов под обесценение в регистре отмечено, то, в общем-то, больше ничего не надо делать. Вроде как все красиво и замечательно. Но для работы с резервами под обесценение нам необходимо сделать еще дополнительно несколько настроек. Сейчас мы про них поговорим. Ну, во-первых, нам надо настроить цены. То есть, нам надо в справочнике вида цен, это у нас находится в блоке CRM и маркетинг, создать новый вид цены. Ну, например, назовем ее чистая цена. То есть, задаем название. И дальше вот здесь мы можем не заполнять. Можно оставить пустые поля. Значит, мы только задаем вид цены. И следующий момент. Значит, мы по данному типу цен устанавливаем цены, которые нам необходимы в разделе CRM и маркетинг и рабочее место цены прайс-лист. То есть, сейчас мы вернемся с вами к демо-версии, посмотрим вот эту возможность. И так, возвращаемся. То есть, у нас раздел CRM и маркетинг. Соответственно, мы с вами можем посмотреть цены прайс-лист, ну, сформировать по необходимой номенклатуре. И вернемся к справочнику. Виды цен. Это тоже у нас здесь же. И создадим вид. Так. Соответственно, зададим вид цены. Теперь снова вернемся к нашим слайдикам. Так. Вот мы с вами посмотрели рабочее место цены прайс-листы. И вот еще немножечко по настройкам. Нам нужно с вами вид цены, который мы указали для продажи запасов. Ну, естественно, устанавливаем мы его при помощи механизма установки цен. То есть, то, что у нас используется при продажах. Вид цен мы создали. Потом устанавливаем те цены, которые нам требуются. И флажок «Цена включает НДС» должен быть снятым. Значит, при формировании резервов мы указываем определенные правила. То есть, в разделе «Регламентированный учет». То есть, это мы опять переходим в другой раздел. Мы формируем правила создания резервов под обесценение. Вот видите, у нас здесь выделено на пиктограммке это рабочее место. Мы сейчас посмотрим его в натуре. Вот у нас регламентированный учет. И правила формирования резервов под обесценение запасов. Это рабочее место. И, соответственно, вот если я перехожу по ссылке, у меня доступен общий журнал. У меня создано вот одно правило для примера. Ну и, соответственно, заданы условия, которые я хочу для них. То есть, вид цены. Здесь я использую вот этот справочник. И я задаю чекбоксы, то есть, для бухгалтерского учета и для управленческого, то есть, без налогового учета. И теперь я могу добавить вот по этой ссылке дополнительные расчеты. То есть, если у меня дополнительные отборы не установлены, у меня вот такая ссылка. Если я перехожу по этой ссылке и могу какие-то наборы настроить, у меня будет запись «Отбор установлен». Ну вот, таким образом, я, соответственно, могу выбирать, какие меня виды отборов интересуют. Так, это мы с вами закрываем. И вот у меня журнал с видом отборов. Может быть, у меня будут некоторые правила с видами отборов, может быть, без. То есть, соответственно, название должно быть такое, которое, ну, как бы, чтобы я не забыла, чем правило 1 отличается от правил 2 и так далее. Возвращаемся к нашим слайдикам. И, значит, мы с вами смотрели правила формирования для номенклатуры, по которой будет формироваться резерв. Ну, соответственно, отборы мы можем устанавливать разные. То есть, номенклатура, склады и так далее. Ну, период формирования, естественно. И после этого у нас с вами остается один очень важный вопрос. То есть, у нас, как мы уже поговорили, формирование резервов происходит автоматически при закрытии месяца. То есть, когда мы создали цены, когда мы создали правила, то есть, вот сюда зашли, настроили правила, создали новый вид цен, создали сами цены, то у нас остается одна операция формирования резервов. И делает у нас этот документ автоматически. И обратите внимание, что здесь уже корректировки отсутствуют. То есть, мы не можем скорректировать в закрытии цен вот такой пункт. То есть, вот так выглядит наше закрытие месяца. Сейчас мы в него перейдем и поговорим о самом закрытии месяца. То есть, вот так. Значит, у нас финансовые результаты контроллинг. И вот оно у нас, закрытие месяца. И теперь, при закрытии месяца, я вижу, соответственно, формирование резервов под обесценение. Я могу по гиперссылке подробнее посмотреть, что про него у меня есть. То есть, это, соответственно, журнал закрытия месяца и начисления, которые при этом происходили. И по закладочке сформировать. Могу посмотреть формирование, но при выполнении операции закрытия месяца у меня формируется это автоматически. То есть, если это не сформировалось, например, не сформировано, то в этом случае я что-то упустила в настройках, почему у меня не сформируются нужные документы. И еще один момент. Это немножко отступление. То есть, у нас сформирование месяца доступно окончательное и предварительное. Здесь нужно напомнить, что предварительное окончание, предварительное закрытие месяца мы можем делать в любой момент. То есть, при этом выполняются регламентные, ну, основные регламентные операции, закрываются счета и формируется распределение, формирование резервов, но не формируется пересчет себестоимости. Соответственно, когда мы окончательно закрытие формируем, у нас пересчитывается себестоимость, ну, и опять же, выполняются все регламентированные операции, которые предусмотрены. Если мы видим вот такую пиктограммку, то есть, это значит, что я где-то схалтурила, и у меня, ну, либо не затрытый месяц, либо нарушен период формирования. То есть, это что-то я пропустила. И еще одна тонкость, которая у нас сейчас присутствует, это я могу запустить формирование закрытия месяца как фоновую операцию и работать дальше, ну, естественно, не с документами, которые участвуют при закрытии, например, при, ну, работе с банком, работе там с другими периодами документов и так далее. То есть, мне не требуется монопольный доступ, как было раньше, допустим, в бухгалтерии и так далее. Но само по себе начисление резервов не избавляет меня от закономерного беспокойства, а что там произошло на самом деле, и как мне это дело проконтролировать. Значит, в этом случае мы с вами еще немножко теории. Мы с вами должны учитывать, что порядок учета резерва при списании, если у нас, например, номенклатура списывается на расходы, то все наши расчеты зависят от учетной политики. При этом, значит, у нас учетная политика тоже требует заполнения на этапе, до которого мы с вами начали смотреть. То есть, учетная политика, мы создаем учетную политику на этапе ввода организации нашей в список. То есть, вот мы с вами сейчас переключимся, и, соответственно, нормативная информация и администрирование, раздел НСИ, нормативно-справочная информация, и вот здесь вот, если у меня учет по нескольким организациям, у меня будет журнал моих организаций, моих юридических лиц, если, например, у меня одна организация, одно юридическое лицо, то здесь будет один отражаться, одно юридическое лицо. Ну, вот мы переходим, ну, например, пусть будет Андромеда плюс, значит, и у нас учетная политика, вот так, это мы с вами смотрим карточку организации, у нас есть учетные политики, которые касаются системы налогообложения, соответственно, финансового учета и бухгалтерского учета, но поскольку мы с вами выяснили изначально, что имеют право не применять объекты малого предпринимательства, то, соответственно, мы систему налогообложения ставим общую, то есть у нас предполагаем мы, что есть общая система налогообложения и какие-то, например, упрощенцы, то есть настройки системы налогообложения общие, а вот настройки финансового учета нас уже интересуют в связи со расчетом активов. Что мы здесь должны посмотреть? Значит, если у нас переключатель варианта отражения резервов под обесценение стоит уменьшить расходы, то, соответственно, мы должны их уменьшать. Если переключатель варианта отражения резерва при списании установлен значение восстановить резерв, то при списании цены расхода начисление резерва у нас будет установлено. Значит, и в этом случае при отнесении стоимости товар материальных ценностей зависит от того, какой выбор мы сделали. значит, у нас на самом деле здесь есть возможность выбирать. Мы выбираем с вами учетную политику финансового учета, поскольку помним с вами, что в налоговом учете это не изменяется. И мы с вами получим вот такую такой интерфейс и соответственно здесь на закладочке основное у нас мы стоим перед выбором уменьшить расходы на сумму основного резерва или восстановить резерв. Ну, соответственно, как я только что сказала, то есть какую-то из этих настроек мы должны с вами будем выбрать. Ну, предполагаем, что мы ставим уменьшение расходов и переключаем сейчас с вами политика финансового учета изменить и соответственно вот наше уменьшение расходов на сумму резерва либо восстановление резервов, то есть уменьшаем стоимость продаж и соответственно мы выбираем ту, которая нам нужна. Но это еще не все изменения в учетной политике, которые нам необходимо сделать. То есть для дальнейших настроек сейчас я вам еще покажу слайдик другие настройки вот такая настроечка. Значит здесь нам необходимо еще перейти в учетную политику следующим пунктом мы с вами смотрели так сейчас я это закрою подвинем немножко значит мы с вами смотрели организации ну вот так вот значит мы с вами смотрели учетную политику мы с вами выбирали финансовый учет а теперь нам нужно бухгалтерский учет неудачно выбрала юрлицо вот значит соответственно бухгалтерский учет нас интересует и все-таки не удалось надурить программу не удалось без вот так вот значит теперь нас интересует знаменитая ПБУ 18 то есть мы переходим по гиперссылке и попадаем вот такое меню где на закладочке основное нас интересует учет ПБУ то есть значит в этом случае когда мы работаем с созданием резервов под обесценение и с их отражением мы будем нас будет интересовать либо балансовый метод значит что это такое мы можем посмотреть по тематической справки либо затратный метод если соответственно он нам подходит подходит или нет сейчас поговорим вот справка контекстная то есть подходит или нет вам нужно выбирать в соответствии с вашими бизнес-процессами так и снова возвращаемся к нашим слайдикам вот мы с вами посмотрели вот этот слайдик то есть учетная политика мы выбирали закладочка основное и вот либо балансовый метод либо затратный метод ну то есть нам надо выбрать по какому принципу будет формироваться у нас отчетность и теперь сейчас еще раз переключимся на нашу темно-барду так это мы пока закроем не надо нам изменения сохранять так вот значит теперь мы с вами в общем-то посмотрели регламентированный учет переходим резервы под обесценение мы с вами зашли в правила формирования создали правила и теперь нас интересует я хочу проверить как конкретно рассчитывается ну рассчитывается мой резерв вот так значит как конкретно рассчитывается мой резерв в этом случае я перехожу через правила под оформление запасов сейчас я покажу вам слайдик чтобы легче было сориентироваться значит вот такой слайдик и мы вправили правила отчетов когда формируем и есть вот такая кнопочка отчеты соответственно если я выбираю эту кнопочку обратите внимание это не отдельный отчет который здесь где-то перечислен как обычно бывает например стандартные бухгалтерские отчеты и так далее значит это правило формирования отчетов я вхожу в само правило и вот здесь вот уже у меня есть вариант отчеты то есть я могу выбрать описание процесса то есть проконтролировать все ли правила я задала и есть вот такой хорошенький отчетик если можно так сказать контроль применения правила в этом случае пусть у меня будет допустим начало этого года значит у меня получается вот такой отчет который показывает что соответственно у меня делается сейчас вот так сделаем с чистой стоимостью какова чистая стоимость есть или нет отклонения ну и соответственно все подробности данного процесса отчет удобно и позволяет на самом деле быстро проконтролировать сам процесс но единственное его расположение немножко нестандартно то есть правила формирования я могу либо из самого вы либо вот по такой пиктограммке из общего журнала то есть либо заходя в процесс отсюда выбирая нужные данные либо из общего журнала вот по такой пиктограммке то есть как вы видите сам по себе расчет несмотря на то что он автоматически то есть то что считать ручками на коленке или там где-то в эксельке нам не требуется сам по себе отчет в общем-то требует дополнительных настроек и нам надо начинать с того что не с того о чем мы начали говорить при начале нашего вебинара а с учетной политики то есть это мы с вами в разделе инсей администрирования в карточке организации мы с вами делаем вот эти настройки то есть настройка финансового учета и сейчас еще раз вернемся настройка финансового учета учетной политики и настройка бухгалтерского учета учетной политики То есть вот эти два раздела мы должны изменить, мы должны выбрать соответственно, как мы будем это учитывать и уже после этого приступать к настройкам, в которых мы начали нашу встречу. То есть мы после того, как там сделали нужные настройки, переходим уже, то есть соответственно проверяем создание цен, проверяем то, что у нас появился блок, то есть мы настроили НЦИ администрирование через финансовый результат, проверяем по нашей схемке, все ли учтено при формировании резерва. То есть чтобы сработало закрытие месяца корректно, ну и соответственно устанавливаем цены, которые будут в этом фигурировать, то есть чистая цена, которую проверяем регулярно, то есть она у нас должна на каждую отчетную дату формироваться, мы это помним. И после этого мы уже в прайс-листе устанавливаем, какие цены действуют, то есть либо снижение, либо увеличение. И через правила формирования резервов мы уже закрытие месяца делаем и, так сказать, пожинаем плоды наших трудов, то есть видим формирование резервов сформированное, с комментариями, ну то есть все культурно. И помним, что отчеты о контрольных, так сказать, цифрах мы можем получить из списка формирования правил, ну и соответственно, как мы с вами посмотрели, это уже выбор учетной политики. Ну и соответственно, посмотреть контроль изменения правил мы можем с вами вот через конкретно правило или общий журнал. На самом деле, на этом изменения ЕРП не заканчиваются, судя по всему, только начинаются, поскольку реформа налоговых, налоговая реформа уже анонсирована и уже происходит, поэтому надо обратить внимание, как я уже говорила, на номер релиза и мы с вами, так, это правило нам пока не надо, значит, и мне хотелось обратить ваше внимание на то, что у нас добавляется автоматизация отчетов и добавляется количество личных кабинетов, которыми мы можем воспользоваться. То есть, повторюсь, для автоматизации, то есть для обмена с налоговыми или с другими фискальными органами нам требуется проверить, что у нас квалифицированные электронные подписи, то есть КЭП или машиночитаемые доверенности, то есть, что все наши сотрудники, которые отвечают за это, обеспечены нужными подписями электронными. И у нас в разделе рекламентированный учет и есть личные кабинеты, то есть вот они, и есть личные кабинеты по учету работы с сотрудниками и личные кабинеты по ЕНП. То есть, соответственно, в разделе кадры и в разделе зарплата нам доступны личные кабинеты, сервис, кабинет сотрудника. В этом сервисе у нас с вами вот программка сама себя хвалит, то есть по ссылочке можно подробнее почитать, что этот сервис дает. На самом деле это формирование справок, выписок по заработной плате самим сотрудникам и, ну, например, расчетные листки, два НДФЛ, чтобы сотрудники могли получать без учета бухгалтера. Ну, по подключению тоже вот по ссылочке надо заполнить, назначить ответственного, то есть дежурную жертву, ну, и заполнить вот эти вот сведения и потом нажать волшебную кнопочку «Подключить». Этот сервис нам доступен из, как я уже говорила, и раздела кадры и раздела зарплата. А вот еще один новый, так сказать, ну, на самом деле появившийся уже в этом году личный кабинет, который не входит в раздел «Регламентированный учет», у нас связан с тем, что он стоит особняком, то есть вот в раздел 1С «Отчетность» он не включен, он находится отдельно в едином налоговом счете. Это у нас личный кабинет по ИНС. То есть в этом случае у меня либо предприятие юрлицо, либо предприятие ИП может перейти по этой ссылке в личный кабинет. Ну, естественно, нужно настроить сначала интеграцию с сервисом и посмотреть свои взаиморасчеты по налоговому счету и так далее. Здесь у нас с вами поговорим немножко позже про этот кабинет, потому что он требует определенной настройки. Мы сейчас перейдем в 1С «Отчетность» и поговорим вот про что. То есть у нас здесь есть целая группа личных кабинетов и при переходе, например, в общий журнал отчетов, у нас программка опять себя усиленно похвалит. И, соответственно, напишет, как замечательно использовать сервис 1С «Отчетность». То есть на самом деле 1С «Отчетность» — это группа отчетов плюс сервис. Если у вас профподписка, то сервис этот вы можете подключить для одного юридического лица бесплатно. Если у вас, например, 10-20 юридических лиц, то к другим юридическим лицам уже за дополнительную плату. Правда, плата достаточно дружественная, там порядка 4,800 в месяц, в год, извините. Если 4,800 разделить на месячную оплату, то вполне все дружественная сумма получится. А вот если у вас ИТС «Техно», то в этом случае вы только за денежку можете такой сервис подключить. Подключить его несложно, но подробнее про него можно почитать здесь. То есть здесь программка себя хвалит, как хорошо и замечательно. А вот тут можно подключиться к отчетности. На самом деле это несложно, но обязательно наличие подписи. И эта отчетность дает возможность напрямую общаться с сайтом налоговых органов. И, соответственно, если у вас такая отчетность подключена, то есть сервис 1С «Отчетность», вы напрямую подключаетесь к сайтам налоговых органов соцфонда, минуя операторов ТКС, например, минуя Астрал, СБИС и так далее. То в этом случае у вас как бы вот счастье. Значит, мы с вами сейчас это показываем. То есть если вы подключили 1С «Отчетность», то в этом случае вы можете подключать и 1С «Регламентированная отчетность» личный кабинет. Значит, когда мы переходим в журнал отчетности, у нас с вами панелька меню переходит в верхнюю строчку. Вот и личные кабинеты. Выглядит, в принципе, здесь интерфейс не изменился. Все так же, как выглядело, допустим, и год назад. Изменения, что теперь стало называться СФР, то есть бывший ФСС и СФР бывший ФСС. Это у нас с вами личный кабинет, который касается камеральных проверок, то есть там результаты, акты, пение и так далее. А вот этот вот очень комфортный стал сервис. То есть это работа с электронными листками нетрудоспособности и соц. начислениями. То есть поскольку у нас теперь прямые выплаты, то есть это уже не пилотный проект, а поссеместное применение, то, соответственно, работать с электронными листками нетрудоспособности гораздо удобнее, потому что сразу приходит уведомление о том, что, например, выписан электронный листок, там продлен, закрыт и так далее. И, соответственно, можно проверить сведения, которые там. Ну, здесь, естественно, про всякие пособия, то есть декретными, ну, со всем социобеспечением. Почему вот на этот надо обратить внимание, на личный кабинет? Потому что по соц. налогам сейчас будет изменение. Как вы слышали, наверное, планируется пять ставок по НДФЛ, и, соответственно, будет добавлена, изменена стоимость и перечень вычетов, которые будут применяться, то, соответственно, вот в этом блоке тоже будут изменения. Соответственно, изменения будут и в блоке ФТС, то есть статистика. К началу этого года статистика разместила достаточно много отчетов, которые по выборкам должно предприятие сдавать. И обязательно нужно проверять по своему ИНН, то есть какие новые отчеты у нас появились, попали или нет вы под выборку, то есть что обязаны отдать вот в этот отчетный период, чтобы не попасть под штрафы. Статистика штрафы применяется с прошлого года очень активно. И, соответственно, если нарушены сроки сдачи отчетности, то на первый случай до 70 тысяч штрафы, на повторный до 150. Поэтому надо его отслеживать, чтобы не попасть, так сказать, в просаг. Новый пункт Банка России, но это в основном для работы с кредитными организациями, поскольку они требуют предоставления определенной отчетности, то есть оборотно-сальдовые ведомости, там определенные расшифровки к балансу и так далее. То есть вот в этом личном кабинете можно фиксировать, какая отчетность была подана, какая отчетность должна быть сформирована, ну и так далее. То есть облегчает, так сказать, обмен. Значит, мы сейчас с вами отсюда переключимся. Это то, что касается личных кабинетов и других, ну, личных кабинетов с налоговыми органами, с другими фискальными органами. И с вами немножко повторимся. Самые крупные штрафы, самые крупные штрафные санкции у нас возникли в разделе, ну, естественно, валютного контроля работы с иностранными поставщиками, с предприятиями, которые оказались в недружественных странах, и с военным учетом. Военный учет у нас с вами тоже активируется, через инсы и администрирование активируется в разделе кадры. И мы с вами вот так в настройках должны активировать воинский учет. И если учитывается система бронирования, то, соответственно, поставить вот сюда флажок. Этот флажок нам добавит один вид отчетов, а этот добавит еще два вида отчетов. То есть это мы должны сдавать отчеты в военкомат. И когда мы сюда проставили отметочки, у нас и в меню кадры, и зарплата, появляется возможность работать с воинским учетом. То есть так же, как при расчете фонда, то есть мы с вами активировали функцию, и у нас появился новый раздел. Так же и здесь. И, соответственно, вот за нарушение в воинском учете, то есть не видение, не сообщение, например, если сотруднику пришла повестка, то есть повестки теперь управляются работодателем. И, соответственно, при приеме, при увольнении работодатель должен отчитываться в военкомат, кроме социального фонда. То есть на самом деле мы проверяем, теперь есть или нет у нас человек, который отвечает за введение. Если нет, назначаем дежурную жертву, которая обязана учитывать все движения и подавать сведения в военкомат. Сроки, правда, немножко более дружественные, чем при СФР. То есть это не на следующий день, а в течение пяти дней. Но, тем не менее, это надо учитывать, потому что здесь штрафы 400-500 тысяч. На самом деле за такие штрафы стоит побеспокоиться. Это кроме того, что предприятие попадет во все черные списки, которые возможны. И, собственно говоря, особое внимание нужно уделить блоку кадры и зарплата, потому что у нас сейчас уже были изменения по НДФЛ. И, как уже анонсировало правительство, будут изменения и по ставкам, по размерам ставок и по их количеству. То есть нужно проверять, во-первых, обновление, а во-вторых, проверить и учетную политику. То есть, повторюсь, учетная политика у нас через НСИИ и администрирование. И здесь через НСИИ и администрирование мы с вами учетная политика. Так, быстро так не найду, проще показать. С вами через НСИИ и администрирование меню организации. Вот в организации зашли. И у нас закладочка зарплата и кадры. И здесь у нас есть настройки, которые мы применяем при БУХ-учете. Ну, соответственно, если создаем фонды резервы отпусков и воинский учет. То есть вот у нас воинский учет появился, когда мы там активировали через НСИИ. И здесь мы можем, соответственно, воинский учет по закладочке изменить. Мы попадаем в настройки воинского учета и брюки превращаются, как в том фильме. На самом деле, то есть через закладочку изменить мы с вами можем сделать два документа основополагающих. То есть политика по применению воинского учета и приказ о применении этой политики. И, соответственно, даже если воинский учет не ведется и не велся, мы его обязаны восстановить. И даже если у нас нет военно обязанных, то мы должны его вести. Напомню, что у нас воинский учет касается не только мужчин, но у нас есть женщины, которые имеют специальности, например, доктор, связист, то есть специальности, которые попадают под ведение воинского учета, то есть женщины такие военно обязанные. Так, теперь мы с вами перейдем снова к нашим слайдикам и вернемся к началу. То есть я хочу вам показать еще раз наши контактные данные, телефоны, телеграм, контакты и адрес сайта. Напомнить, что мы будем рады получить от вас вопросы, получить от вас обратную связь, какие разделы интересно было бы посмотреть, послушать. И хотим пригласить к сотрудничеству, потому что компания Кодерлайн имеет большой опыт в работе с ERP, то есть это и продажа, и настройка, и доработки, и, собственно говоря, проектные работы. То есть мы будем рады оказаться вам полезными. И на данном моменте, к сожалению, наше время уже заканчивается, и я хочу от имени компании поблагодарить вас за внимание, которое вы нам уделили за время. И пригласить, как я уже сказала, к сотрудничеству. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. Всего доброго.